Серия громких и масштабных обысков прошла сегодня в Запорожье. Работали харьковские следователи. Что искали? И кого задержали, расскажет Сергей Бордюжа. Нет, Антон Иванович. В кабинете заместителя городского угола Запорожья обыски с самого утра. Это обычная процедура, это рядовое событие. И, скажем так, это не та история, которую сейчас раздувают средства массовой информации. Самого заместителя на рабочем месте нет. Оперативку в мэрии проводят без Анатолия Пустоварова. В интернете появилась информация. Сбежал, выпрыгнув из окна дома. На работе, говорят, отпросился по семейным обстоятельствам. Людина, как говорят, отпросилась и сказала, что ему нужно решить свои вопросы. Это было вчера, сегодня не знаю. Обыски прошли и в облсовете в кабинете зампредседателя, главы фракции самопомощи Владислава Марченко. Что именно искали, чиновники тоже не знают. Лишь подтвердили, Марченко задержан и доставлен в Харьков на допрос. Проте, никаким образом это не вплинуло ни на деятельность областной ради, ни на деятельность и работу выполненного аппарата и руководства областной ради. Поэтому никакой сенсации в том, что произошло и в том, что сейчас поширяется интернет, нет. В Генпрокуратуре иного мнения. На своей странице в Фейсбуке Юрий Луценко написал, данное дело уже вызвало резонанс. Самопомощь это называют репрессиями. Но, по словам Генпрокурора, речь идет исключительно о финансовых махинациях на десятки миллионов гривен. Его слова подтверждают и в Харьковской прокуратуре. Сегодня в двух местах Запорожьей области, Запорожье и Литополе, было проведено 56 обшуков. За этим криминальным проведением мы получили документы. Это главное, что мы шукали, поскольку говорится о фиктивные тендеры. Зам. главы облсовета Марченко и вице-мэра Запорожья Пустоварова подозревают в присвоении бюджетных денег во время реконструкции парка и школьных спортивных площадок. По информации прокуратуры, чиновники присвоили 87 миллионов гривен. В СБУ заявляют о 130 миллионах. В области сегодня прошло более полусотни обысков. О результатах этой масштабной операции обещают рассказать позже. Сергей Бордюжин, Светлана Шикера, Игорь Воробий, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер.